Волгограде объявлен конкурс на поиск подрядчика, который займется разработкой плана реконструкции территории Увечного огня. Здесь, в дни Сталинградской битвы, был завершен разгром южной группировки немецко-фашистских войск. В июле этого года территория была включена в охранные границы объекта культурного наследия федерального значения. К конкурсу будут допущены только организации, имеющие лицензию на работу с подобными мемориалами. Компании-победителю предстоит высадить деревья и кустарники и уложить брусчатку на пешеходных дорожках, тротуарах и разделительной полосе проспекта Ленина. Уникальную не только для нашего региона, но и для всего Южного федерального округа концепцию представили в Историко-Краеведческом музее Волжского. Здесь специалисты работают над созданием первого ВИФО подземного ботанического музея, в который войдут образцы редких растений как нашего края, так и всей страны. У нас концепций несколько. Мы отталкиваемся от Никитского ботанического сада, от Ботанического музея Санкт-Петербурга, даже от Кембриджского музея Великобритании. Это наши референсы. Поэтому помимо экспонатов, которые представлены у нас в регионе, в нашей климатической зоне, мы планируем расширить географию и использовать ботанику таким проводником и в краеведении, и в истории области, и города. Первый шаг к созданию такого музея уже сделан. В прошлом месяце состоялось открытие выставки «Ботаническое искусство» или «Искусство ботаники». В неё вошли экспонаты, переданные в дар Волжскому из ботанических садов нашей страны, а также неравнодушными горожанами. Яркими дополнениями стали картины художника Павла Пугачёва, иллюстратора Красной книги Волгоградской области и России. Здесь у нас есть экспонаты из Никитского ботанического сада, из Сочинского дендрария, коллеги из Ботанического музея Санкт-Петербурга нам помогли с экспонатами и будут оказывать методическую помощь. Ну и, кстати, уже волжане подключились, и вот у нас уже есть подарки. Кстати, сегодня нам привезли тростник с острова Сахалин. Концепцию будущего музея ценил глава города Игорь Воронин. Он особенно отметил, что в Волжске последовательно реализуют программу нулевого внешнего энергопотребления, ведётся активная работа над озеленением города и улучшением экологической обстановки. У меня есть такие вот маленькие шаги, очень важные в развитии города. Вот у нас город выбрал вставку, ну, команда города Волжского, когда Андрей Иванович Бочаров, губернатор наш, послал нас учиться в Сколково, у нас была команда от города Волжского, и мы выбрали ставку развития города. Это город с нулевым внешним энергопотреблением и нулевым углеродным следом. То есть мы понимаем, какие вызовы сегодня несёт время. Если будет всё хорошо на земле, тогда и проще строить города, развивать общество, растить детей, учить, вводить большую жизнь. И, конечно, здорово, что у нас есть такие активные волжания. В ходе церемонии главе города вручили созданный в образовательном центре «Сириус» атлас редких растений – переиздание книги, написанной в XIX веке Фёдором Биберштейном. В монументальный научный труд вошла информация о 50 видах редкой южной флоры с описаниями и иллюстрациями. Первый том этого издания был подарен президенту России Владимиру Путину на Всемирном фестивале молодёжи. Аналогичный проект под названием «Деревья города Волжского» появится и в нашем регионе. Рисунки и ботанические описания к будущему атласу подготовят школьники Волжского. Это будет ещё одна из важных экологических инициатив города. Это важно не только для города, это важно для региона, для страны в целом, потому что, проявляя интерес к такому началу, как ботанический музей, появляется интерес и к другим аспектам в области экологии. И, конечно же, это интересно, это наша история, это наше прошлое. Культурный человек должен знать и такие вещи. Ботанический музей станет центром притяжения не только для любителей этой науки, но и для всех, кто хочет расширить свои знания о природе родного края и всей страны. Ксения Колоскова, Владислав Хорюченко, телеканал «Волгоград-1». Во время специальной военной операции общественные, благотворительные и государственные организации поддерживают тех, кто так или иначе связан с защитой интересов нашей страны. На решение социальных, медицинских, коммунитарных, юридических и других проблем участников СВО и их близких направлено множество ресурсов, как государства, так и различных общественных организаций. В прошлый четверг встречу с камышанами провели представители фонда «Защитники Отечества». Людям неудобно и трудно добираться на консультацию к специалистам. И чтобы облегчить им решение их вопросов, было принято решение сделать выездную консультационную службу. То есть вывести все службы сюда, в город Камышин. И предложить городу Камышину, Камышинскому району, близлежащим районам Ольховские и Котово, приехать сюда. Фонд «Защитники Отечества» был создан для оказания адресной персональной помощи. Сейчас его филиалы работают во всех регионах страны. Организация оказывает социальную, медицинскую и психологическую поддержку. Решает вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации. Помогает в получении образования, трудоустройстве и предпринимательстве. Консультировали участников встречи представители социального фонда, центра занятости и социальной защиты населения, военкомата, адвокатской палаты и прокуратуры. Большинство вопросов касались выплат компенсации семьям погибших или поиска близких. Со своей ситуацией в фонд «Защитники Отечества» обратилась к Камышанка Александра Ильина Смирнова. Мы хотим добиться выплат, так как брат у нас подписал контракт в прошлом году, ушёл служить, получил множественные ранения и в результате этого от ранения погиб. И выплат никаких не можем добиться, так как нас от одного к другому посылают. Вот мы пришли, обратились к юристу, к органам хорошим, которые посоветовали, куда написать, куда пожаловаться и что будет всё хорошо. Не все проблемы можно решить быстро. Тем, у кого ситуация требовала времени, буквально пошагово объясняли, как нужно действовать самостоятельно. С проблемой выплат пособий семье погибшего фонд обратилась и Людмила Эгель. У меня погиб опекаемый сын, и мне надо через суд подтвердить, что я действительно была фактическим опекуном. Вот я задала вопросы, адвокату не получилось, консультанту прокурору, потом прокурору. Ну а у меня там такая терминология была в части отказа. Фактически воспитатель я должна доказать, но как бы нет такого термина. У меня много свидетелей, документы. Действительно, я была опекуном, а не просто чужой тётенькой, которая просто деньги получала. Анна Канева узнала о том, что её муж погиб от его сослуживцев. Спустя два месяца она не получила никаких официальных подтверждений. Сюда обратилась за помощью в поиске супруга. Вот уже прошло как два месяца с тех пор, как погиб, как с вами сослуживцы, что погиб где-то 20-21 мая. Хочу просто, мы как христиане, как православные, хочу его тело, чтобы было отпевание, чтобы была известна, по крайней мере, какая-то примерно дата смерти, чтобы мы могли как-то за него молиться. Конечно, я хотела бы воспользоваться возможностью этой площадки и как-то, может быть, своей проблеме заявить, чтобы дело имело огласку, и, возможно, будет больше помощи и участия от тех, кто может помочь. На опыте работы фонда в Камышине такие выездные консультации планируют проводить и в других муниципалитетах. Арина Широкова, Евгений Кочуков, Камышин ТВ Телеканал «Гоград-1» провел прямой эфир о факторе развития муниципалитетов Волгойрадской области на премьере Волжского. Гостями студии стали глава Волжского Игорь Воронин, заместитель главы Татьяна Волкова и начальник управления информационной политики администрации Волжского Николай Усов. Говорили о дорогах, парках, жилье, но главной темой, конечно, стали люди – яркие и креативные волжане. Приятным сюрпризом для нашего телеканала «Гоград-1» стал подарок, который нам передал Игорь Воронин от тех самых креативных волжан. Светильник-робот, который был изготовлен из биоматериалов в Волжском. Милый красный персонаж с гордой надписью «Волжский 70» теперь часть нашей команды и живет в студии. Но есть одно «но». У него еще нет имени, и мы будем рады, если вы поможете нам его придумать. Присылайте свои варианты нам в соцсети ВКонтакте и Телеграм. Тот, чье имя нам понравится больше всего, получит подарок от телеканала. Николай Зимин, телеканал «Гоград-1». За первые шесть месяцев 2024 года в Волгограде ввели в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. Новые дома строятся в разных районах города, в том числе на месте снесенного ветхого фонда. Жители попавших под снос аварийных домов имеют право на получение квартиры в новом доме максимально близко к прошлому месту жительства или на денежную компенсацию. Всего в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» волгоградским строителям предстоит возвести и сдать в эксплуатацию порядка 700 тысяч квадратных метров жилых помещений. План на первое полугодие выполнен на 82%. В Волгограде с 17 по 27 августа перекроют съезд на нулевую продольную магистраль в районе Мамаева-Кургана. В эти дни на пересечении проспекта Ленина и улицы Крылова будет идти ремонт автомобильного переезда через трамвайные пути. Строителям предстоит смонтировать новую рельсошпальную решетку на обновленное основание. В течение 10 дней ближайшими доступными съездами будут улицы Землянского и 7-я Гвардейская. Водителям рекомендует заранее планировать свои маршруты с учетом временных изменений. Николай Зимин, телеканал «Волгоград-1». В связи со сложной пожарной обстановкой в Волгоградской области снова продлен запрет на посещение лесов. До 5 сентября запрещаются прогулки в зеленых зонах, а также въезд в лесные массивы на транспортных средствах и все работы, кроме лесохозяйственных. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации администрации области. Напомним, непростая ситуация с лесными пожарами продолжается в регионе с апреля. Среди основных причин возгораний специалисты МЧС отмечают человеческий фактор. Волгоградцам рассказали, как быстро изобличить телефонных мошенников. Специалисты отмечают, если в разговоре с вами собеседник, упоминают ФСБ, МВД или Центральный банк, говорит о безопасных счетах или просят сообщить код из СМС, данные карты, паспорт или СНИЛС, вы совершенно точно общаетесь с мошенником. Такие разговоры нужно немедленно прерывать. Самыми распространенными схемами обмана по-прежнему остаются звонки по телефону или через мессенджер от имени сотрудников банков или правоохранительных органов. Также аферисты могут представляться операторами сотовой связи или сотрудниками социального фонда. Горожанам в очередной раз напоминают, никакой настоящий сотрудник этих организаций, и тем более полиции или ФСБ, не потребует в телефонном разговоре сообщить персональные данные или провести какие-либо манипуляции с финансами. Волгоградские стражи порядка присоединились к ставшую же традиционной акции «Помоги пойти учиться». В преддверии начала нового учебного года полицейские и члены Общественного совета при управлении МВД России по Волгограду посетили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Детей поздравили с наступающим днём знаний, вручили им школьные принадлежности и пожелали хорошо учиться, слушаться педагогов и никогда не унывать. Конечно, для нас очень радостно, когда дети идут в школу. Почему? Потому что школа – это место, где дети узнают что-то новое, вливаются в новый коллектив, где образуется такая школьная семья. Мы надеемся, что и те дети, которых мы сегодня посетили, они действительно и их родители, может быть, что-то в своей жизни пересмотрят, от каких-то там своих страстей, греховных привычек избавятся. Полицейские, в свою очередь, напомнили ребятам правила безопасного поведения в быту, на улице и в учебных заведениях. Провели профилактические беседы с родителями. Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в тяжком преступлении. В Киквизинском районе в домовладении было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Его смерть носила криминальный характер. Установлено, что во время распития спиртного между погибшим и его племянником возник конфликт, в ходе которого родственник ножом нанес удар мужчине. Подозреваемый скрылся с места преступления, но впоследствии его местонахождение установили, и он был задержан. Он доставлен в следственные органы Следственного комитета. Камышинские полицейские раскрыли кражу из квартиры. Неизвестный проник в квартиру 50-летней местной жительницы, похитив деньги и ювелирные изделия. Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался дальний родственник потерпевшей. За несколько дней до кражи мужчина крал ключи от квартиры, а позже, воспользовавшись отсутствием хозяйки, незаконно проник в квартиру. По данному факту возбуждено уголовное дело. Учитель начальных классов школы Ныванинского района столкнулась с классической схемой, используемой аферистами. Мошенники в мессенджерах создают фейковый аккаунт руководителя организации или госоргана, предприятия и рассылают сообщения работникам, требуя взаимодействия с якобы представителями контролирующих или вышестоящих органов силовых структур. Такое сообщение через мессенджер накануне поступило и жительницы нашей области. Якобы директор школы настоятельно потребовал содействовать представителям правоохранительных органов и Центробанка в установлении недобросовестных банковских работников. В дальнейшем в ходе переписки и звонков представители женщину убедили перевести деньги на безопасный счет. Ущерб составил 200 тысяч рублей. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело. Помните, звонок или сообщение через мессенджер может быть поддельным. Если вас просят перевести средства или совершить действия с банковскими счетами, не выполняйте указаний. От кого-либо они бы не поступали. Прогноз погоды представляет сеть магазинов «Волгоградский пуховый платок». Летняя коллекция из натурального льна и хлопка. В Волгоградском пуховом платке летняя коллекция из льна и хлопка. Волгоград. Рабочекрестьянская 9 и Советская 17. Волжский. ТРК. Волгомол. Сегодня ночью и завтра днем по области и Волгограде облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 18, днем плюс 26 градусов.